Знаете, на одном из сайтов я прочитала, что оказывается в течение пяти минут в мире выпивается до 2 миллионов чашек кофе. Не знаю, конечно, как они это посчитали, но тем не менее уверена в том, что большинство людей нашей планеты просто обожает этот напиток, которому, между прочим, будет посвящен наш выпуск. Ведь сегодня у нас в гостях потрясающий кофеман Лена Деодорова. Всем привет! Лена Деодорова – автор первого подкаста в Якутске, а также первого финансового подкаста. В своих выпусках она с удовольствием рассказывает об интересных персонах, которые занимаются любимым делом и достигают успеха, а также о том, как они умело управляют своими финансами. Лена обожает читать книги и за один год умудрилась прочитать целых 100 произведений. Также сильно она обожает кофе и все, что с ним связано, и делится этим знанием с другими. Рита, у меня к тебе вопрос. Ты знаешь, в какой стране больше всего кофе пьют? Попробуй гадать. Если честно, я даже не знаю, но могу предположить, что, наверное, во всех странах. В Финляндии. В Финляндии, да. Они же пьют больше всего кофе, и вообще в скандинавских странах пьют очень много кофе. И действительно, кофе в мире второй популярности напиток после воды. Ну что же, будем приступать. Смотрите, сколько у нас сегодня здесь потрясающих и очень интересных приспособлений, из которых мы, собственно, будем, наверное, учиться готовить настоящий кофе. Да, мы будем учиться готовить, как пить, как заваривать кофе в домашних условиях. Для этого нам не нужны никакие всякие приспособления, типа кофемашин, кофеварок и так далее. У нас есть чайник, который называется чайник для пролива. У него такой специальный носик. У нас есть колба, куда мы завариваем кофе. Его еще называют сервер. Это Hario V60. Это такая специальная воронка, которая была придумана японцами. Вы только посмотрите, какая она интересная. Я думала, что это чашечка, которая стоит на тарелочке. Оказывается, все это вот так вот выглядит. И посмотрите, что у нас снизу. Вот такая вот дырочка, можно сказать. Да, и особенности этой воронки именно вот в этих вот маленьких ребрышках, в которых воздух проходит под специальным углом, под струей. И таким образом это тоже влияет на заваривание кофе. Я думаю, что после этого выпуска мое отношение к кофе поменяется колоссально. Я буду к нему подходить по-философски, чувствую. Ну и вообще воронка, она была придумана очень давно. И воронку начали варить именно женщины. И женщины больше всего, кстати, варят кофе. И у них, мне кажется, такая природная склонность к тому, чтобы варить кофе. Интересно. Так, следующий наш второй экземпляр для того, чтобы заваривать кофе, это Аэропресс. Он придуман был недавно. Причем компания, которая придумала такую штуку, когда ты кидаешь собаки в фризби. Да, и вот они придумали такое устройство, которое называется Аэропресс. У нас для него есть специальные вот эти вот штуки. Есть еще специальный фильтр бумажный. Для воронки у нас тоже есть такой специальный фильтр бумажный. Я рекомендую еще выбирать бумажные фильтры, потому что когда фильтр такого крафтового цвета, он все равно влияет на кофе. И когда мы пьем кофе, ощущается немножко такой картонный вкус. Ну и, конечно же, мы не забываем про нашу кофемолку. Я предлагаю в домашних условиях использовать ручного типа кофемолку. У нас тоже Харио. Это вообще такая известная японская компания, которая занимается производством посуды, разных агрегатов для кофе и чая. Скажи, а насколько дорого обойдутся все эти приспособления? На самом-то деле это недорого. И если, например, человек системно дома пьет кофе, у него есть термос, и он носит этот термос с собой на работу или во время каких-то перерывов пьет кофе, то, я думаю, через месяц где-то его таких завариваний все приспособления, они себя окупят. Вот. Ты прям спрашиваешь меня, потому что у меня есть подкаст финансовый, да? Мне это просто очень интересно. Мы на эту тему еще с тобой поговорим обязательно. И я хотела узнать, как же у тебя появилась такая любовь к этому напитку? Откуда? Мне кажется, это все начинается с детства. Вот все то, что мы любим во взрослом возрасте, так или иначе, как-то появилось у нас в детстве. Я, например, любила вместе с папой пить кофе. Ты, наверное, не помнишь, ты младше меня. У нас раньше были такие кофе в жестяных баночках, там прям было написано «кофе». Но мне кажется, это даже было не кофе сейчас, а были какие-то желуди, может. И я уже тогда очень сильно полюбила этот прекрасный черный напиток. Потом я поехала учиться в Питер и впервые тогда попробовала такой заваренный кофе, эспрессо. И я тогда именно поняла, что после вот такого опыта я уже не смогу, наверное, пить растворимый кофе. Хотя против растворимого кофе я ничего не имею, это точно такой же кофе. И правда вкусовые просто свойства этого напитка будут на таком высоком уровне, как, например, мы будем сейчас брать зерна, молоть перед тем, как варить и варить каким-нибудь способом. Я еще знаю, что у нас сегодня тема, можно так сказать, называется «Завтрак». Наша тема называется «Сегодня завтрак». Поэтому кроме кофе мы еще будем готовить сырники. Я с радостью поделюсь этим рецептом. Грубо говоря, с тебя кофе, с меня сырники. Кстати, насчет завтраков. Я вот, например, когда с утра просыпаюсь, я не сразу пью кофе. Я сначала пью воду, потом я долго прихожу в себя, что-нибудь готовлю. А кофе у меня больше для такого неспешного уже после завтрака состояния. Я, кстати, еще рекомендую пить кофе спустя 40 минут после еды. И не сочетать пиццу с капучино и так далее, потому что в кофе содержатся в кофеине ферменты, которые ускоряют наше пищеварение. И в долгосрочной перспективе это может обернуться чем-нибудь не очень хорошим. Потому что у нас в организме все копится. И поэтому я считаю, что кофе – это такой особенный продукт, он очень сложный. И он должен быть самостоятельной единицей и идти сам по себе. Отлично. Ну, ты меня заинтриговала. Давай мы скорее приступим к готовке. Давай. Пожалуй, мы начнем с воды. Я предлагаю воду использовать только из бутыря. Она должна быть чистая, фильтрованная. У нас просто из-под крана течет очень жесткая вода. Вот. Поэтому сначала мы готовим воду. Я поставила чайник кипятиться. И для того, чтобы заварить кофе воронкой или аэропрессом, нам нужна вода температурой 93 градусов. То есть это означает, что я должна поставить чайник, немножечко так смотреть, заниматься своими утренними делами. И перед тем, как чайник закипит, выключать. Потому что когда вода уже закипела, я, например, дала ей остыть до 93 градусов, у воды уже не такие свойства будут. И это на вкус тоже влияет. Ничего себе. Ну, одним из важнейших приспособлений для приготовления кофе дома у нас являются весы. Подойдут обычные кухонные весы. Я не стала брать свои профессиональные, потому что мы все-таки стараемся готовить в домашних условиях. И наверняка у каждой хозяйки дома есть кухонные весы, и они вполне подойдут. Нам достаточно поставить нашу кофемолку. И мы берем кофе. Обратите внимание, что для того, чтобы заваривать кофе ручным способом дома, нам нужно выбирать такой кофе, где есть надпись «Фильтр кофе». Вообще обжарщики обжаривают кофе в основном для эспрессо и для фильтра. Для эспрессо там используются какие-то специальные профили, которые не совсем подойдут нам для домашнего заваривания. Нет, мы, конечно же, можем заварить, но просто это не позволит нам раскрыть все вкусовые свойства, которые мы хотим получить из стаканчика кофе. Так, ну что ж, добавляем сколько грамм нам нужно? Так, нам нужно насыпать 24 грамма. Так, я тебе скажу, давай добавляй, добавляй. Так, все, 23 и чуть-чуть можно добавить. Еще чуть-чуть. Все, все, все. Так, у нас стало 24 грамма. Нет, тут еще 23. Давай еще чуть-чуть. Давай одну кофеиночку добавим. Нет, еще надо. Прям нужно, чтобы все ровно было. Да, все было очень-очень ровно. Это для того, чтобы мы стабильно получали стабильный вкус. Потому что мы должны знать, сколько мы закладываем. И это должно быть всегда 24 грамма. Мы должны знать всегда, сколько мы берем воды, сколько минут мы завариваем кофе. Все для лучшего вкуса. Я возьму рецепт американской кофейни Blue Bottle. Это кофейня, такая обширная сеть известная. Они работают со Specialty Coffee. Вообще у каждого свой рецепт заваривания кофе в воронке. Но я вот давно пользуюсь их рецептом проверенным. И сегодня вам об этом расскажу. Мы начинаем вот так. Хочешь зарядку устроить? Да, держи ровно, чтобы у нас помолв был равномерный. Вот, посмотрите, как это все выглядит. Очень интересно. И начинаем нашу утреннюю зарядку. Это, кстати, очень здорово. Ну, ты так быстро прям делай, я боюсь. Или можно пожестче? Можно пожестче, да. Ничего не случится, да? Нет, ничего не случится. Это полностью ручная кофемолка. Вот, и посмотрите, что у нас происходит. Вот. Всегда нужно молоть кофе перед непосредственным приготовлением. Поэтому я говорю, всегда настаиваю на том, чтобы покупать кофе в зернах. И молоть перед приготовлением. И лучше стоит покупать кофе там совсем чуть-чуть. Ну, 100-200 грамм. Чтобы всегда были свежие зерна, свежемолотый кофе. И тогда вы будете получать совершенно другой вкус, который будет отличаться от того, к какому кофе мы вообще привыкли, да, в нашей стране. Очень интересно. Я вспотела, смотрите, немножко. Это отличная зарядка по утрам. Вы встаете утром, начинаете заваривать себе кофе. И тут вот я уже вижу свой привычный кофе, растворимый, уже более-менее узнаваемый. Я сейчас еще расскажу немножко про помол. Я здесь уже настроила помол, который подходит у нас для заваривания V-Sixi. Вот эту воронку еще иногда называют V-Sixi в профессиональных кругах. У нас получается как? Вот ты молишь, и у нас получаются кофейные такие частицы, да? Вот, посмотрите. Да. И когда вода соприкасается с этими кофейными частицами, у нас происходит экстракция. То есть если это мелкий помол, у нас экстракция другая происходит. А если помол чуть погрубее, значит у нас вода соприкасается с кофе определенное количество времени. Я надеюсь, вам было очень хорошо слышно, Лену, потому что я тут занимаюсь настоящим процессом. Ну-ка, покажи, как. Вот чуть-чуть осталось. Как это делать? Я обычно делаю вот так. Вот как надо. Да, кстати, эти зерна очень легко молоть. Бывают еще специальные кофе, такие Hard Bean называются. Их очень трудно молоть, но эти нам поддаются очень быстро, кстати, легко. У нас фильтр кофе из Бразилии. Бразилия – это рекордсмен по выращиванию кофе в мире. Это такая кофейная классика, всем знакомый вкус. Но Бразилия тоже иногда удивляет, потому что мы привыкли, что вот всегда определенные ноты есть. Да, Бразилия тоже, надеюсь, нас удивит. Рита, скажи, тебе больше нравится черный кофе или кофе с молоком? Кофе с молоком. Если ты любишь капучино, то ты можешь налить в френч-пресс молоко, нагреть до 55-60 градусов, а потом просто берешь френч-прессом, взбиваешь, и у тебя получается отличная молочная пенка. Так, еще бы знать, что такое френч-пресс. Конечно, ты прям так это говоришь. Это такой специальный чайчик для заваривания подходящей кофе, и чая, и разных трав. Хорошо, буду теперь. У нас вода была выключена до кипения. И сейчас я наполняю. Так, давай-ка мы тут немножечко расчистим, а то мы тут... У нас такой творческий беспорядок. Да. Так, сколько тут надо примерно миллилитров? Я сейчас просто наполнила чайник, и сейчас мы будем следить за граммами на весах. Нам нужно получить кофе, и чтобы там было 400 грамм воды. Сейчас я расскажу о том, что нам нужно замочить фильтр, чтобы, опять-таки, минимизировать попадание вкуса бумаги в наш напиток. Для этого достаточно просто вот так вот собрать наш фильтр замечательный японский, вставляем воронку, и круговыми движениями замачиваем наш фильтр. Ммм, как интересно. Это такое пол-медитативное состояние, да? Так, сейчас мы ждем. А чего ждем? Когда вода стечет, замочить наш фильтр. Вот это уже можно выливать. Мы поставили наш сервер, мы поставили наш воронку, приготовили фильтр, и просто насыпаем сюда наш кофе. Угу. Какая красота. Прям аромат такой потрясающий. Да, аромат свежемолотого кофе. Кстати, ты предпочитаешь говорить кофе он или оно? Как тебе изменения? Он. Ну, да, действительно, я знаю, что можно сейчас говорить и оно, и это не будет ошибкой, кстати, кто не знал. Ну что, я засекаю время. Так, подожди. Мы сейчас включаем наши весы. Да, ты засекаешь время. Сколько мне надо? Включаю просто секундомер, и сейчас у нас начнется, мы запустим с тобой процесс, который называется блуминг, это цветение кофе. И оно у нас будет идти 30 секунд и 60 грамм воды. То есть я слежу за весами. Да, и наливаю тоже такими круговыми движениями, замачиваю. Так, все, время пошло. Время пошло. Так. Вот, процесс у нас идет. А, то есть ты все вот так вот сделала? Да, и сейчас у нас просто идет замачивание кофе, и зерно начинает контаксировать с водой, уделяться и готовиться к тому, чтобы отдать нам свои все вещества. Вот у нас закончился, да, сейчас процесс блуминга через 30 секунд, но мы ждем еще 15 секунд. Еще ждем 15 секунд. Да. А потом мы заново опять начинаем проливать. Есть разные методы пролива воды, я об этом тоже буду рассказывать. Сейчас нам нужно круговыми движениями налить. Причем круг должен быть такой большой по всему периметру, размашисто. Мы налили все. И сейчас в центре нашей воронки мы рисуем такую 10-рублевую монету. И продолжаем наливать тонкую струйку воды. И наливаем мы эту струйку до 1 минуты 30 секунд. Ничего себе, прям так четко по времени ты это контролируешь. Да. Очень тонкая струйка. Все. Сейчас у нас кофе продолжает стекать. И у нас уже 220 грамм воды. Можно различные рецепты в Ютубе смотреть и экспериментировать. Все, вот минута 42. Да, не остановлюй. Продолжай, да. Из двух минут мы заново опять начнем наш пролив, уже второй круг. А зачем вот такой длительный процесс? Чтобы, это называется процесс экстракции, когда вода взаимодействует с кофе, и тогда изникаются полезные свойства из кофе, все его ароматические. Ничего себе, вот оказывается, вот почему так долго делать иногда кофе. Да, сейчас у нас уже идут большие такие круговые движения. То есть уже диаметр у нас могут быть? Да, и сейчас мы налили немножко воды, и сейчас опять ждем. И когда станет 2.30, я начну наливать тоже нашу маленькую копиюшечку. Ты прям перфекционист. Это, нет, это просто кофе. Я знаю, что ты прочитала какую-то книгу, да, которая тебя, возможно, как-то вдохновила, натолкнула. Да, есть замечательная книга, которая называется «Крафтовый кофе». Там все рассказывается о том, как вот эти воронки были изобретены, и как нам надо все это готовить. Так, мы набрали 400 грамм воды. И сейчас, да. И мы сейчас просто ждем, когда вся вода выльется. То есть этот процесс занимает примерно 4 минуты. Да. Есть еще способы, когда можно просто перемешивать этот кофе. Каждый хоум бариста, это такой домашний бариста, решается. Можно вот так вот перемешать. Все, воронка у нас готова. Мы ее откладываем в сторону. И то есть вот это кофе можно выкидывать или же использовать как скраб. Да, точно. Безотходное производство. Кстати, вот эти вот фильтры бумажные, они очень быстро разлагаются, и никакого особого вреда окружающей среде тоже не причиняет. И зачем у нас здесь винные бокалы? Кофе в своих таких методологических особенностях, да, можно сказать, впитало в себя очень многое из винного мира. Поэтому вот этот винный бокал, это не просто красивый бокал. Этот бокал сконструирован таким образом, чтобы, когда мы начинаем его пить, мы уже своим, как сказать, обонянием, тем, как мы пьем, внутри языком, ощущали уже все вкусовые свойства напитка. Поэтому я рекомендую иногда, если вы хотите, пить тоже вот из такой вот формы бокальчиков. И мы берем вот так вот тоже взбалтываем, как я каждый раз ощущаю себя неким барменом Джеймса Бонда. Взбалтываем. И потом наливаем сюда. Уже температура приемлемая для того, чтобы налить бокалы, да? Да. Потому что пока мы все это с собой лили 4 минуты. Все остыло. Да, все остыло. Твой утренний кофе готов. Как интересно выглядит. И то есть оно такое крепкое. Да. И прям надо так его пить. Это только интересно. Кстати, я сейчас покажу еще способ, как пить кофе. Ну-ка давай, давай ты покажи. Это очень интересно. Как пьют кофе на каппингах. То есть нужно сначала преподнести кофе и пить, как будто это очень такой горячий бульон, пропуская через зубы. И там есть такой специальный характерный звук. Притом кофе не надо сразу же глотать. Нужно немножко подержать во рту и ощутить консистенцию. Например, когда мы оцениваем эспрессо, мы говорим о тельности напитка. У кофе, заваренного воронкой, вот такая вот консистенция, даже похожая на вино. И поэтому мы можем еще пить так. Очень интересно выглядит. Серьезно? Да. Это так интересно и прям с таким звуком. Да, ну чтобы распробовать. Ты можешь начать так. Она же такая горяченькая или нет? Нет, очень комфортная температура. Очень вкусная кофе. Прям вкусное, заметили? Я сказала вкусное кофе. И в принципе это было правильно. Но привычный, конечно, вкусный кофе. Да, более привычный. Это у нас Бразилия спешлти кофе. Бразилия Урбан называется 90 плюс баллов собирает. То есть это классическое бразильское кофе? Это как раз таки не классический бразильский кофе. Это Бразилия, которая нас удивляет. И когда мы пьем эту Бразилию, мы даже можем сказать, что это не Бразилия. Это действительно Бразилия, которая нас удивляет. Нетипичная. Интересно. Вот кусочек Бразилии в Якутии. Как это интересно. И в принципе начинать с такого бодрящего напитка утро свое. Мне кажется, великое. Кстати, в спешлти кофе можно даже отследить, кто, как звали фермеры, который выращивал той кофе, можно отследить весь путь от ягоды до бокала. Если у вас не хватает времени и вы все-таки хотите ускорить процесс приготовления кофе, то, конечно же, можете обратиться за помощью к растворимому, которое готовится очень-очень быстро. Сейчас, я думаю, что самое время для нашего следующего сюжета, который точно придется вам по вкусу. Сегодня я вам покажу, как приготовить ПП-пиццу. И она готовится очень быстро, всего лишь за полчаса. Итак, для основы нам понадобится 400 грамм куриного филе, половинка лука, 1 зубчик чеснока, 2 яйца, соль и приправы по вкусу. Все нарезаем кубиками и в блендер. А для начинки можете использовать все, что угодно. А у нас сегодня томатная паста, 1-2 столовые ложки, шампиньоны 100 грамм, помидор, твердый сыр 80 грамм и, конечно же, зелень. Сначала нарезаем помидоры. Затем шампиньоны. Можно не слишком мелко. Сыр мы уже заранее натерли. Теперь приступаем к приготовлению основы. Как известно, мясо курицы достаточно сухое. И чтобы придать ему сочности, необходимо добавить лук. Крупно его нарезаем. Предварительно размороженную грудку делим на несколько небольших частей. И все это добавляем в блендер. По вкусу добавляем соль, перец и различные приправы. Перемешиваем. Но это еще не все. Не забываем про два яйца. Смазываем форму маслом. Можно обойтись и без него, но кому как удобнее. Равномерно распределяем основу и отправляем в уже разогретую духовку. Внимание! Готовим при 180 градусах 12-15 минут. Вот и прошло достаточное количество времени. Основа почти готова. Получилось очень здорово. А главное полезно. Дело осталось за малым. Достаем и смазываем томатной пастой. Раскладываем нашу начинку. Это у нас помидоры и шампиньоны. Не забываем про сыр. Чем его больше, тем вкуснее и лучше. Но не переборщите. И снова отправляем в духовку на 10 минут. По желанию можно сверху добавить и зелень. И вуаля! На этом все. Буквально полчаса и полезная пицца готова. Приятного всем аппетита! А сейчас я предлагаю приступить, конечно же, непосредственно к приготовлению сырников. Очень простой рецепт. Кофе нам еще пригодится. Так. Ложим его в стороночку. Итак, нам понадобится творог. Обычный творог. Мой завтрак обычно выглядит как хлопья и молоко. Серьезно? Да. Так что давай я сейчас буду учиться готовить сырники. Буду тебе верным помощником. Все мы должны перемешать. Все, что у нас есть. Смотрите. Мы берем творог. Да? И то есть мы добавляем его в нашу емкость. И затем следуют яйца. Давай я разобью яйца. Можно одно. Сейчас посмотрим по тому, как оно у нас выглядит. Все. Одного яйца, в принципе, может быть достаточно. Так. И добавляем муки. Прямо сразу добавляем? Да. Прямо сразу добавляем муки. Так. Мне нужно делать вот так. Да. Чуть-чуть добавим и начнем перемешивать. Опа. Снежные хлопья. Да, это мы делаем для того, чтобы у нас не было комочков. Так. Неприятные комочки, да? Да. Сейчас я начну перемешивать. Я обычно люблю немножечко добавлять муки для того, чтобы, ну, все это, собственно, перемешать сразу. Так. Так. Наверное, у нас получится из такого творога и одного такого яйца примерно, ну, одна порция. Ну, зависит от того, сколько человек любит поесть. Можно еще добавить муки. Так. И мне нужно потом насыпать. Да, аккуратненько. Ну, думаю, достаточно. Теперь мы можем начинать, собственно, делать наши сырники. Сейчас перемешаем. Вот. У нас должна быть такая консистенция, чтобы у нас получились такие, ну, шарики, грубо говоря. Размер можно выбрать любой. Так. У меня мама очень любит готовить сырники. Я прям тоже обожаю их. Ну, примерно вот столечко мы берем и... А можно мне взять? Да, конечно. Я прям чувствую себя степпордской хозяюшкой. Да, это очень классно. Самое интересное, что сырники готовятся чуть быстрее, чем тот кофе, который предложила нам ты. Вот. Да? Да, да. И куда? Нам нужно сюда? Тарелочку или... Нам нужно положить его вот сюда. Вот на эту штучку. Да, на специальный коврик. Смотрите, есть еще потрясающий лайфхак. С помощью ножа можно придать очень классную форму. Так, сейчас я немножечко муки возьму. Вот, посмотрите. Вы берете сырник. И, значит, мы делаем вот так вот очень интересно. Берем ножичек и начинаем крутить его. Видите, вот. Придавая вот такую интересную форму. И затем мы просто сверху им немножечко придавливаем. Вот, посмотрите. И получается очень интересная, красивая форма. Может, ты еще мой поправишь. Это страшненький немножко. Да, ничего, он не страшненький. Так, давай еще муки добавлю немножечко сюда. Вот. Я прям люблю, когда муки побольше. Вот, посмотрите, как у нас получается. Вот. Смотрите. Еще раз показываю внимательно. Мы берем, значит, наш сырник и начинаем крутить его. Очень красиво получается. Да, вроде бы, казалось бы, это на самом деле не так важно. Но при этом, когда вы подаете эти сырники, то они выглядят очень даже себе прекрасно. Долгая черная пятница в гипермаркете «Айгуль». Скидки до 70% на сезонные товары. Товары для дома и кухни, посуду, а также всем необходимую бытовую химию и товары для вигиены. Закупайтесь по-черному. Детям потрясающий завтрак. Я вот обожаю творог. Мне прям нравится, потому что он такой достаточно легкий. Завтрак для меня это прям, это то, что обязательно нужно делать по утрам. Потому что я вот люблю плотно позавтракать. Иногда в течение дня у меня, к сожалению, не получается поесть хорошо. Поэтому завтрак святое, конечно. А еще с твоим кофе. Да. Она будет вообще... Так, я чувствую, что у нас что-то мало муки, поэтому я ее немножко сюда еще добавлю. Так. У каждой хозяйки свои рецепты. Ну-ка. Что-то некрасивенько получилось. Вот когда у меня некрасивенько получается, я прям немножечко расстраиваюсь, если честно. Ты у нас эстет и визуал. Да. Наверное, поэтому ты работаешь на телевидении. Мне прям надо, чтобы красивенько все было. Вот этому лайфхаку я научилась. Вот ты говоришь, Ютуб надо смотреть, да, периодически. Вот. Оттуда я там и научилась. Кстати, наши выпуски тоже есть на Ютуб-канале. Ну-ка, давай попробуй ты. О, Боже. Давай. Мне, наверное, легче написать диссертацию, чем как вот так. Да-да-да. Нет, ты просто ножичком ее вот так вот приделывай. Да. Во-во-во. О, Боже. Видишь, как легко. Нет, все же диссертацию написать легче. Так. Ты очень занята, я знаю, что у тебя и подкасты свои, и все. Все, конечно, время на готовку прям не всегда ты успеваешь. Но зато кофе какой вкусный готовишь. Я все равно стараюсь готовить, потому что, мне кажется, есть свежеприготовленную пищу, как и пить свежезаваренный кофе, это часть заботы о себе. Действительно. Мне, знаешь, вот очень понравился вот этот вот подход. Он похож на медитацию. То есть, когда ты готовишь кофе, ты как будто бы постепенно просыпаешься. То есть, ты сначала берешь, завариваешь, засекаешь время, и самое интересное, что ты зацикливаешься на настоящем. Да. То есть, у меня, например, иногда бывает, я там утром встану, телефон включу, и под телефон что-то готовлю, там включаю YouTube-канал какой-нибудь интересный, например, нашу передачу «Готовим вкусно». Вот, и, собственно, начинаю готовить. Вот, поэтому такой процесс, где нужно сосредоточиться на нем, это, мне кажется, настоящая находка. Мне кажется, уже можно снять перчатки. Так, и начинаем жарить наши сырники. Так, давайте мы их уберем куда-нибудь. Давай сюда. Так, ладно, так, все. Я люблю готовить на оливковом масле. Вот, потому что я когда в Инстаграме поделилась этим рецептом, у меня прям директор взорвался, потому что все почему-то считают, что сырники – это очень сложно. На самом деле это очень даже просто. Так. Ты заметила, что все самое вкусное и гениальное, но на самом деле оказывается очень простым? Да. Так, добавляем немножечко оливкового масла. Так, получилось не немножечко, но ничего страшного. Мы его распределяем с помощью такой кисточки. Вот мне понравилось, в одном выпуске мы готовили, и там был такой распылитель на масле, поэтому, если что, то очень здорово иметь такой. И ждем, пока у нас, собственно, нагреется сковородка. У нас много получилось. Можете поменьше добавить, но это, думаю, не критично. Так, собственно, все. И пока у нас она нагревается, мы можем с тобой о чем-нибудь поговорить. Давай, поговорим. Я бы хотела тебя спросить. Ты очень любишь читать книги, я знаю. Можешь посоветовать пять книг, которые тебе прям запали в душу? Я знаю, у тебя был даже марафон прочитать сто книг в год. Как он продвигается у тебя? Когда мне спрашивают про пять книг, у меня в голове уже сразу такое месиво из книг образуется. Но я, на самом деле, много книг прочитала, читая со школы, читала классиков, даже, наверное, все четыре тома «Тихий дон» и «Войны и мира». Но, ты знаешь, когда меня спрашивают, какая книга перевернула твою жизнь, я, наверное, отвечу, как бы это смешно ни звучало, но это книга, японская книга называется «Кокейбо» про искусство, да, про искусство ведения домашнего бюджета. Ты не поверишь. Но это действительно, эта книга перевернула, наверное, все, все. Вот после этой книги я начала учитывать свои финансы. Там все очень досконально рассказывается, как надо это все делать. Я всем рекомендую просто эту книгу. Дальше я бы порекомендовала «Пес по имени Мани» Бода Шефера. Можно даже эту книгу читать вместе со своим ребенком. Пока ты рассказываешь про книгу, я уже вот сырники добавляю. Да, это, слушай, супер. Да. Третья книга, я бы сказала, что это «Маленький принц». Четвертая книга – это «Цельная жизнь», про то, как ставить цели. И пятая книга, скорее всего, это будет «Эссенциалист», когда ты ставишь свои планы, четко идешь к цели, не распыляешься на какие-то второстепенные дела. Кстати, вот именно после этой книги я стала отключать свой телефон, когда я с кем-нибудь беседую. Все мое внимание направлено на этого человека. Это на самом деле очень правильно, потому что, когда ты, допустим, с подружками отдыхаешь, не все у нас могут обращать внимание, это намек, я достаю лопаточку, потому что она нам сейчас пригодится. У нас сырники уже вовсю готовятся. Вот, и то есть, посмотрите, у нас получилось 5 штучек, и я думаю, в принципе, нам этого хватит. Ты любишь сырники со сметаной, со сгущёнкой, с вареньем? Ну, если честно, я думала добавить в рецепт сахара, вот, но решила, что мы все-таки обойдемся без него. И обойдемся сахарной пудрой. В принципе, меня такой рецепт устраивает, можно добавить любую начинку, это может быть варенье, может быть сметана, может быть сгущёнка, то есть на любой вкус. И, в принципе, за 5 минут мы можем приготовить очень быстро сырники. Кстати, без сахара получаются очень такие ппшные сырники, и чтобы не жарить на масле, можно их даже выпекать из духовки. Да, кстати, это тоже очень классный лайфхак, можно приготовить даже в духовке, я думаю, что будет очень даже вкусненько. Мы переворачиваем наши сырнички. Так. А как появилась идея создать подкасты? Ты первый подкастер в нашей республике, поэтому хотелось бы очень узнать об этом. Но у меня не было такого, что я однажды утром проснулась и подумала, е, надо делать подкасты. Нет, я где-то лет 5 их сама слушала, 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 и вдруг до меня дошло, что можно же и самой делать подкаст. В итоге всё как-то так быстро сложилось. Нет, я раскачивала всё равно долго, но когда вот я решила, что всё, буду делать, оно пошло быстро. Сейчас, нам кажется, около 50 выпусков, у меня теперь два подкаста. Да, я знаю, один финансовый у тебя ещё плюс ко всему. Давай мы объясним, что же такое подкаст? Подкаст – это такое, я всегда говорю, что это радио-шоу в интернете. То есть там есть выпуски с определённой продолжительностью, можно зайти через подкаст-плеер, специальное такое приложение, вбить название подкаста и слушать. Ну, то есть на протяжении долгого времени ты слушаешь одного человека, грубо говоря, это современное радио. Да, то есть если радио, например, мы слушаем то, что нам сказали редакторы, ставят диджеи и так далее, а тут подкаст – это такое радио, которое формируем мы сами. Точно так же, как и, например, YouTube-канала, то телевидение, которое ты создаёшь сам. Это интересно, причём, когда ты записываешь подкаст, ты можешь, собственно, записывать его в чём угодно, потому что тебя никто не увидит и, в принципе, даже не красится. Да, кстати, вот именно, наверное, поэтому я начала делать именно подкасты. Потому что телевидение, согласись, это всё-таки большая ответственность. Ну, это очень интересно, телевидение, моя любовь, конечно же. Ну, поэтому ты работаешь на телевидении. Так, вот посмотрите. Должна быть вот такая примерно корочка. Ароматы тут, конечно, потрясающие. Знаешь, чтобы сырники сделать ещё более полезными, можно же туда добавлять ягоды, я имею в виду, когда подаёшь. Да, можно добавить ягоды. Некоторые в муку добавляют немножечко манки, то есть это, в принципе, нормально. Такой рецепт сырников, мне кажется, он весьма универсален, его можно сочетать с чем угодно, как угодно, то есть он будет всегда, мне кажется, выигрышным вариантом для любого завтрака, да и не только. В принципе, и как десерт он может также подойти. Так, переворачиваем сырники. А так, сколько ты книг уже прочитала со своего списка марафона? Ну, в прошлом году я прочитала 100 книг, сейчас уже ноябрь, а я прочитала только 52 книги. Тебе ещё надо почти половину прочитать. Ну, кстати, в этом году я вот намеренно, не читая много книг, стараюсь больше разговаривать с людьми, знакомиться с новыми людьми, потому что, когда вот я закончила читать 100 книг, мне приснился сон, я встретила человека, который сказал, Лена, теперь тебе надо больше знакомиться с людьми. Я себе поставила цель познакомиться со 100 разными людьми. А каково это прочитать 100 книг? Это получается же, ты должна практически за неделю управляться. Да. Честно говоря, когда у меня сейчас это спрашивают, когда я уже прошла весь путь, я оглядываюсь и думаю, а как я вообще это сделала? Я читала везде. Я читала даже, когда ждала светофора. Надо же, я, наверное, чтению уделяю 15 минут своей жизни, потому что я вот с утра встану, либо вечером, и так знаешь, между делом получается прочитать. Ну и то больше в электронном варианте. А последняя книга, которая тебя безумно зацепила? Я вот на днях закончила читать книгу Арсена Томского. И это было довольно-таки интересно читать, вот когда вот ты уже знаешь, что эта история буквально у тебя на глазах происходила. Это, конечно же, здоровская книга. Расскажи об этом поподробнее. Я даже себе поставила, закачала песню «You to want», которую упоминал Арсен Томский. Он там рассказывает про свои марафоны, он рассказывает от первого лица, как создавал свою компанию, как создавал свой агрегатор, и как они открывали офисы в Москве, в Нью-Йорке, причем даже обо всех ошибках. И это тоже здорово. Получается, такой первый якутский бизнесмен, который на российском уровне написал вот такую книгу. Когда вы идете в магазин, то обязательно обращайте внимание на акционные товары, ведь именно они помогут очень хорошо сэкономить и сделать выгодную покупку. Смотрите, какие у нас классные сырники получились. Я прям рада, потому что всегда готовка, она у меня ассоциируется, наверное, с прыжком, с парашютом, потому что никогда не знаешь, что получится, как получится, насколько это все будет выглядеть. Потому что каждый раз у тебя то или иное блюдо получается по-разному. Ну, это, мне кажется, и в жизни так же, и с кофе так же. Каждый раз по-разному, поэтому мы засекаем время, мы все отмеряем, мы все считаем. Итак, вот посмотрите, какие у нас сырнички получились. А сейчас предлагаю ненадолго прерваться, ведь после рекламы мы обязательно продолжим. Долгая черная пятница в гипермаркете «Айгуль». Скидки до 70% на сезонные товары. Товары для дома и кухни, посуду, а также всем необходимую бытовую химию и товары для гигиены. Закупайтесь по-черному! Сейчас мы будем готовить кофе на аэропрессе. Интригующие штучки. Да, мы берем такие специальные фильтры. Здесь, знаешь, все предусмотрено. Это очень еще такое мобильное приспособление для приготовления кофе. Опять-таки мы сейчас замачиваем наш фильтр. Вода начинает стекать. Это более простой способ. Это очень простой, очень мобильный способ. И здесь, если получается, в Висиксе мы заваривали, и у нас капля за каплей стекалось кофе, а сейчас у нас кофе пройдет под прессом воздуха. Вот это можно сливать. Так, это уже способ не для перфекционистов. Расскажи о нем, пожалуйста, я пока солью. Да, это очень простой способ. Все, что нам нужно, все для нас уже предусмотрели, все для людей. Мы приготовим по тому рецепту, который уже есть в инструкции к самому аэропрессу. Нам нужно взять ложечку кофе. Вот мерная ложка уже есть. Нам ничего не нужно отмерять. И придумывать. Да, и просто заливаем водой до отметки 2. Так, сейчас я тебе скажу. Так интересно. Все. Да, сейчас еще чуть-чуть. Вот так. Все. Мы вставляем нашу колбу. Засекаем где-то 30 секунд. 30 секунд. Ну, давай примерно. Примерно, думаю. Тут уже не так важно. И сейчас у нас уже идет экстракция. И потом, видишь, уже здесь начинает стекать. Мы немножечко ждем, когда все заваривается. И потом начинается самое волшебное. Видишь, у нас здесь воздух. Так, вот он в воздухе. Да. И мы немножечко начинаем давить. И воздух проталкивает воду через кофе. Посмотрите, как интересно. То есть это уже первый кофе у нас был для перфекционистов, для гурманов, которым важен процесс. Сейчас уже простой, но не менее интересный способ приготовления. Да, для походников, наверное. Так. А это где придумали так готовить кофе? Это все придумали в США. Вот у нас получился кофе. У кофе, заваренного методом аэропресса, у нас консистенция, похожая на чай. Да. Видишь, какой у нас золотистый оттенок. И мы получили свежесваренную чашку ароматного напитка. Красота. Я люблю добавлять молоко, но, в принципе, сегодня, мне кажется, все так выглядит натурально. Я думаю, что мне понравится. Он действительно такой легкий. Он легче, чем первый вариант. Кофе здесь уже полегче и действительно похож на чай. Очень похож на чай. Красота. Я правильно пью его? Да, ты правильно пьешь. Наслаждайся. Я знаю, что есть какой-то процесс, да, для того, чтобы правильно пить кофе. Как ты это делаешь? Ну, это больше используется в профессиональных дегустациях. А дома мы можем просто пить так, как мы хотим. Но все же я не рекомендую добавлять молоко, потому что это... Когда кофе вкусный, когда кофе сварен правильно, как надо, нам не нужно добавлять молоко. И нам даже не нужно добавлять сахар. Не такой терпкий кофе и, в принципе, очень-очень вкусный. Это как еще одна альтернатива готовке самого любимого напитка во всем мире. Я думаю, что одна из самых любимых рубрик наших телезрителей и телезрительниц – это, конечно же, рубрика «Продуктовая корзина», которая не только интересная, но очень познавательная. Мы стараемся преуспевать во всем – работа, хобби, тренировки. И, конечно же, огромное количество времени хочется уделять нашей семье. Не секрет, что ужин собирает всех членов семьи за столом. И поэтому я сегодня решила приготовить кое-что очень интересное. Давайте сейчас скорее собирать нашу продуктовую корзину. Так мы начнем с самого основного ингредиента. Это рыба хижуч. Так как муж у меня есть много, я сразу возьму две пачки. Думаю, что нам этого вполне хватит. Так же, как мамочка, которая старается следить за семейным бюджетом, я обращаю внимание на акционные товары. Основное преимущество красной рыбы в том, что она в большом количестве содержит уникальные природные вещества – жирные кислоты омега-3. Рыба помогает работе головного мозга, укрепляет ткани, поддерживает мышцы в тонусе и восстанавливает поврежденные волосы, а также ногти. Так как я стараюсь следить за своей фигурой на гарнире, решила выбрать все же замороженные овощи. Их не надо чистить, их не надо мыть. Берем, выкладываем в мультиварку, заливаем водичкой, ставим на полчасика – все готово. А для мужчин мы выберем что-нибудь посветнее. Замороженные овощи – это не только недорогой способ восполнить запас витаминов в зимний период, но и существенная экономия времени и сил на приготовление вкусной и здоровой пищи. Нельзя готовить такой продукт дольше 10-12 минут, иначе овощи раскиснут, потеряют вкус и пользу. Мужу я выбрала рис, так как он отлично сочетается с рыбой, а соевым соусом будет самое то. А ребенку я тут увидела очень интересные макаронные изделия в форме звездочек. Будем брать. В празднике не за горами, грех не запастись любимыми продуктами. Какой же Новый год без нашего любимого салата Оливье? Пожалуй, возьму 3 баночки гороха и еще возьму парочку баночек кукурузы. Сделаю завтра или сегодня крабовый салат. Кукуруза сладкая и зеленый горошек даже после длительной обработки содержат полезные вещества. Это в первую очередь микроэлементы и, конечно же, клетчатка. Ребенки сладости я особо стараюсь не покупать, поэтому хорошей альтернативой будут сладкие пюрешки. Несмотря на то, что ему уже 3 года, он у меня обожает их и ест с удовольствием. Субтитры подогнал «Симон» Я думаю, у каждой хорошей хозяйки в шкафу должно быть припятано печенье. Ведь часто бывает так, что к нам заходят наши подружки, друзья, гости. Будет грустно, если их будет нечем угостить. На этом все. Наша продуктовая корзина собрана. Желаю всем удачных покупок. Надеюсь, мои советы вам пригодятся. Пока-пока! Итак, ну что же, я предлагаю доработать наш дуэт. Вот у нас потрясающие такие сырнички. Мне кажется, остался последний штрих. Мы добавляем немножечко сахарной пудры. Давай, может, ты мне поможешь? У нас уже такой классический дуэт сложился. Так, добавляю немножечко сахарной пудры. Так. Вау, слушай, припорошили снегом. Да, все, красота теперь. И можно было бы добавить немножечко ягодок и так далее. Но, в принципе, без них, я думаю, тоже будет вкусно. Ну что же, пробуй! Давай, будем пробовать. Будем пробовать. Слушай, классно выглядит. Главное, что и на вкус они тоже получились классные. Ну что, как тебе? Это здорово. Очень мягенько. И я переживала, что сахара не добавила. В принципе, сахарная пудра, она справляется со своей функцией добавить сладкого. На этом все. Наш выпуск закончился. И я думаю, что вы очень много узнали о кофе, а ты научилась готовить сырники. Да. Ну, не только ты. Берите обязательно этот рецепт, используйте. Спасибо тебе, что поделилась такими бесценными и очень интересными знаниями. Итак, на этом все. Пока-пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!